Американских, нью-йоркских. Как вы объясняете эффект крещенской воды? Опять-таки, этот эффект церковь использует нагло, использует церковь. Потому что этот эффект существовал задолго до того, как сама церковь существовала. А эффект очень простой. Просто небесные светила, планеты и звезды, окажут влияние на воду, на все живое в том числе. И в ночь с 19 на 20 происходит такое влияние, которое действительно окажет положительное влияние на здоровье человека. То есть человек, выпив воду и так далее, может испытывать положительный эффект, лечебный эффект от этой воды. Только из-за того, что случайная позиция планет окажет влияние, комбинация влияния положительного на здоровье. И все. Я помню, когда это было в 2007 году, у меня была лекция, кажется, в полку караульном московском. Там помещение была лекция для организации, не проводил там. И это было 20 января. И вот так стояла вода, типа, на столе, там, и потом люди проходили, там, обработали воду. Я одному человеку взял бутылочку, стоял, его так положил, коснулся мизинцем на секундочку. Он забрал. И потом получаю по электронке письмо, где анализ воды. И вот, значит, кто-то взял эту воду и прибором замерил. И там цифры вывел, так сказать, крутизны воды, крещенской воды. И то, что вот я, ты пиши, там, Левашов коснулся мизинца правой ряда на долю секунды бутылочки с водой. Параметр. Так параметры получились мои, параметры круче из любой крещенской воды. А там писал, взята вода из такого-то храма, таким батюшком был, таким-то десяток параметров и так далее. Поймите, воду можно обработать, сделать параметры любые, какие нужно, просто нужно понимать. Это природное явление, которое ни кем не стало. Естественно, никакого отношения к религии Богу это не имеет.